Приветствую вас! Существует довольно много вариантов толкования вашего сновидения, да, в частности психоаналитическое толкование. Но в сновидениях есть такое понятие, как интерпретация, когда человек, ну, либо вы, либо психолог интерпретирует то, что ему дает клиент, например, интерпретирует так, как, ну, вот, ему кажется, так, как кажется специалистом в данном случае. Вот. И вот на мой взгляд, на мой взгляд, вот от этих моментов, когда специалист как бы сам интерпретирует сновидения клиента, ну, на мой взгляд, это нужно как-то убирать, потому что абсолютно, на мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. Да, то есть если вы реально хотите понять, что с вами происходит, то нужно собирать так называемый анамнез, да, то есть все события, которые с вами происходили за две недели до этого сновидения, вот, это нужно анализировать. И уже исходя из этого составлять картину того, что с вами может происходить. Вот. Так же, так же, каждый элемент сновидения нужно будет рассмотреть в формате ваших ассоциаций, вот. И уже исходя из этого тоже будет ясно, что именно вы видели, что именно вы чувствовали. Но, по опыту могу сказать, по практике и по, значит, теории, да, теории психоанализа и теории, в общем, паркования сновидений, можно сказать, что кошмары и кошмары, это следствие цензуры. То есть вы боитесь того, чего вы себе запрещаете. Вы боитесь того, что вы сами себе, там, ну, например, никогда бы не позволили. Вы боитесь того, чего вы, например, хотели бы, но запрещаете. Снова и снова. Вот. По правилу, как правило, да, как правило, по общему правилу. Кошмары свидетельствуют именно об этом. О том, что вы себе что-то запрещаете. Вот. То есть так действует цензура. Что именно вы себе запрещаете, что именно, и по какой причине, и откуда это пошло. Вот. С этим, понятное дело, нужно разбираться. Потому что, ну, так вот, сказать это нельзя, к сожалению. Нельзя так вот сказать, что именно с вами происходит. Да. Вот. Но я, тем не менее, думаю, что всё решаемо, я думаю, что всё поправимо. Я думаю, что всё можно исследовать, всё можно, в принципе, изучить, если есть желание. Вот. Самое главное, чтобы у вас всё это самое желание было. Вот. И если оно у вас есть, то милости прошу на консультацию к любому из психологов, который вам, который вам придётся по душе и с ним выяснять, что это. В процессе беседы вы сможете открыть для себя какие-то вещи, которые раньше, возможно, и не замечали никогда, и не думали об этом никогда, и не обращали внимания никогда. Но, как ни парадоксально, именно они, эти самые вещи и создают почву для появления таких вот сновидений. Когда вам страшно, когда вы боитесь, когда находитесь вот в таких ситуациях и не знаете, что делать. Да. Да. Кстати, всё повторю, чтобы было понятно. Значит, в принципе, в принципе, интерпретировать ваше сновидение я мог бы. Да. Я думаю, что это может сделать любой психолог. Вот. Вопрос в том, насколько это будет полезно для вас, насколько это будет про вас, а не про какие-то вот наши интерпретации. Да. Вот. Вот. Но то, что ваши какие-то желания, какие-то потребности, да, рвутся на свободу, это факт. И мне кажется, что вам нужно задуматься о том, насколько вы вот удовлетворяете себя, насколько вы удовлетворены вообще по жизни. Ох, насколько вы удовлетворены по своей сути. Вот. Я думаю, что если вы обратите внимание на эти вещи, то вам станет всё куда более понятнее, чем вот сейчас. Я думаю, так. А, на этом всё. А, я надеюсь, что кому к вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok